Более еще серьезный для всех, я понимаю, у нас есть дорога жизни, да, дорога по промышленному узлу. Это самый близкий путь до поселка Бур, соответственно, до лечебного корпуса, до хирургии, до реанимации и до всего. Тоже, ну, хотя бы, давайте здесь огласим, как мы планируем и планируем ли вообще. Там вообще куча предприятий рядом. Мы помним, что раньше эту дорогу уже закрывали, потом ее удалось отремонтировать. Не знаю, сейчас не могу сказать, финансирование там чего-то было или нет. Но там все-таки ИТИК у нас есть, ИГРЭС, я думаю, все равно вопрос серьезный. Дорогу построил ЗМК и ИТИК. Ну, я понимаю, вот вам видите, у вас есть эта информация. У нас сейчас есть Севказ, залот металлоконструкции, то есть он зашел, возрождает залот. Я думаю, что все равно про эту дорогу сейчас. Мы решались на Назаровскую ИГРЭС, Назаровская ИГРЭС сказала, вы что, хотели средствами акционеров сделать муниципальный программ? Такого было интересно. Мы же составляли предварительные графики на три года ремонта дороги. Эта дорога у нас попадает в 24-й год, если она выделит большую сумму. Я согласен. Просто вы сейчас рассказали про транспортную сеть, вы рассказали про приоритеты. Конкретно об этом мы на этой площадке не сказали. Ну, хорошо. Там стоимость, мы считали эту дорогу, мы считали, 153 миллиона. Это дорога. Хорошо. И даже в приоритете у нас сумма программы меньше, чем эта дорога. Мы единственное тогда говорили, что давайте все-таки посчитаем, поговорим адекватно. Есть у нас техника, у тех же предприятий крупных, которые там находятся. А в любом случае надо будет канавы, водоотводы и все делать сразу, чтобы как-то... Смите это просчитано. Да, смите как-то минимизируя, допустим, помощь крупных предприятий, для того, чтобы минимизировать, ну, просто 150 миллионов подать, когда у нас еще и так есть участки. Мы предлагали тогда этот вопрос, чтобы проговорить. Я отчасти я слышал, что Володя как бы согласна, но ждем теперь больших денег для того, чтобы выйти на этот участок. Реоритетные дороги, которые в прошлом году в Бурсоветном Плеве, 1-2, 2-3, 2-3, вот они практически все у нас посчитаны, да? Мы все обошли, все специалисты обсчитали, то есть конструктив, ну, где-то, ну, то есть конструктив, конструкцию, бадюр, без бадюра, там все посчитали. Можно сказать, ну, я вот не знаю, как бы, но я когда ездил по дороге, которая вот вдоль промышленных предприятий, то в каком она состоянии ушла, ну, как бы, на весну, весной, возможно, на ней невозможно будет передвигаться. Если ее запланировать на 24-й год, то, возможно, станет речь с тем, что ее просто закрыть придет. А весна подойдет? Даже если мы ее и отремонтируем, ее мы очень быстро мы будем купить, и даже предприятия. Если они не хотят, нет желания у них вкладываться в общую копилку, значит, возможно и рассмотреть вариант о том, что там ее отремонтировать, но в знак повесили, повесим, что больше габаритного транспорта въезда запрещен. Если они уже не хотят... Когда они будут парализованы? Так, а как теперь они парализуют нас? Сумма 150 миллионов, это не такие уже мелкие деньги, когда мы их получим. Либо они разбивают, это не легковой транспорт, это не Диота и не Жигули разбивают эти дороги. Это разбивает ГРЭС, это разбивает КИИК, ЗНК, и все, что связано с большегрудной машиной. Если не хотят они в это включаться, тогда как бы... Я в защиту предприятия могу сказать одно, что эта дорога действительно, она серьезная, и серьезные у нее хорошие основания. Почему? Потому что эта дорога фактически... По этой дороге строили ГРЭС, и все заводы. Единственный нюанс какой-то, она просто со временем ушла, утонула. Она утонула, вот и все. И соответственно, для того, чтобы ее функционал использовать нормально, нужно срезать обочины и сделать водоотведение нормальное. Вот и все. Если это все заложено в смете, как говорит коллега, если это все заложено уже, ну, значит, когда эту дорогу сделают, она будет нормально функционировать и работать. Если акционер, значит, пускай вкладывают деньги в какую-то другую дорогу, я так понимаю. А то, получается, акционеры ГРЭС будут перевозки производить за наше сообщение. Ну, я думаю, что встреча и побеседовать с предприятиями, я думаю, хуже-то точно не будет. Я думаю, что как раз можно пригласить и коллег-депутатов на разговор, чтобы реально послушать, что говорят представители компании. Ну, я думаю, что... Там часто... Говорят, спрос денег не был, да? Да. Много не дают. Предлагаем организовать встречу администрации города с приглашением депутатов и их предприятия. Там, конечно, которые были подговорки, которые живут, которые живут. Есть же партнерство, частное государство. Да, действительно, предприятие, дорога и общая инфраструктура, которую пользуются. Смотреть. Да, смотреть за метр. Более. Никто же не говорит так.